Израиль за неделю на Народной Волне Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио Народная Волна на частоте 14.30 М99,1 ФМ на нашем веб-сайте radioNVC.com и на нашем канале в YouTube. Также Radio NVC, не забывайте подписываться. И традиционно о событиях в Израиле наш израильский корреспондент Аси Энтова. Здравствуйте, Аси. Добрый день, слушатели. Я хочу выражить сочувствие, потому что у вас в Чикаго прожгли синагогу. Слава Богу, насколько я знаю, никаких жертв нет, но там была зафиксирована попытка поджога. Я знаю, что полиция ведет следствие. Говорят о том, что среди поджигателей был один белый, один афроамериканец. Полиция обязуется найти. И слышала тоже, что полиция собирается усилить меры безопасности вокруг еврейских объектов. Синагог, школ, каких-то общинных домов. Будем надеяться, что это единичный случай и ничего не говорит о том, что в Чикаго евреям стало небезопасно. Мало ли где есть какие нападения. Так что, а теперь перейдем к нашим израильским новостям. Новостей у нас много. У нас продолжаются весенние праздники. Закончился конкурс Евровидения. Нитаниягу вот-вот должен собрать коалицию, а пока что там как-то никаких успехов нет. Ну, начнем с наиболее такого веседолого – это Евровидение. Насколько я знаю, американцы не очень интересуются Евровидением. Ну, я им тоже не очень интересуюсь. Но в Израиле это праздновалось как очень большой праздник. Миллионы людей смотрели трансляцию, там сотни тысяч присутствовали. Но были в Израиле и люди Евровидением недовольные, потому что Евровидение влекло за собой нарушение шабата. Хотя официально финальный конкурс проводился после конца шабата, вечером. Но, тем не менее, генеральные репетиции для него, а кроме того, всякие подготовительные работы, они вшли в шабат. И многие раввины выразили этим недовольство, говоря, что это не какая-то, понимаете, частная лавочка. Это конкурс, который устраивает государство. А государство у нас обязалось соблюдать шабат. То есть государственные учреждения в шабат не работают. И поэтому, в общем, это выходит за статус-кво, это не приветствуется. Кроме того, израильская группа под названием Шальва. Шальва – это в переводе с иврита шейкет, спокойствие, расслабление. Это группа, которая не приняла участие в Евровидении. Она не стала участвовать в конкурсе. Она просто выступала, так сказать, с показательной программой, но в конкурсе не стала участвовать, ровно потому, что участие в конкурсе влекло за собой генеральную репетицию в шабат, а эта группа не хотела нарушать шабат. Вообще, эта группа Шальва, она очень интересная. Она получила огромное количество зрительских симпатий. Ну, как вы знаете, или там, если кто не знает, то сообщаю, что на Евровидении призёра определяет не только жюри, а идёт совокупность и оценка жюри, плюс оценка зрителей. Вот эта группа, хотя она и не участвовала в конкурсе, она была встречена на ура, получила очень большое количество зрительских отзывов положительных. И группа сама необычная. Группа, состоящая из людей с теми или иными нарушениями. Например, главная певица, главная солистка, она просто слепая. И перед выступлением она произносила речь и читала пальцами по азбуке для слепых. Читала слова, которые она должна произнести по-английски. И, кроме того, там люди с какими-то другими нарушениями. Руководит этой группой бывший боец спецназа, который был очень тяжело ранен, остался инвалидом на всю жизнь. И он говорит, что он считает, что искусство имеет терапевтическую функцию. Что людям с нарушениями... Как помните, у нас говорили, песня «Строить и жить помогает». Даже если это советская песня, то всё-таки какая-то правда в этом есть. Вот этот ансамбль, очень тепло принятый зрителями, повторю, не смог принять участие именно как конкурсант Евровидения. Вообще в Евровидении приняла участие 41 страна. На финальном конкурсе были определены победители. Победил представитель Нидерландов. На втором месте был исполнитель из Италии. с очень итальянским именем Махмуд. Дальше идёт Россия. И, так сказать, певец из России тут же пожаловался, что в еврейской стране его зажимали, его дискриминировали. Почему только третье место? Ну, а сам Израиль занял только 23 место. Возможно, из-за того, что самые лучшие исполнители отказались принимать участие в конкурсе. Ну, и порадовала в кавычках нас певица Мадонна. Конечно, её приезд никогда без скандала не обходится. Во-первых, она выступала в каком-то очень странном костюме с перевязанным одним глазом. Её окрестили. Значит, тут же появились шутки. Это она что, под Маше Даяна работает? Напомню, Маше Даян – знаменитый израильский полководец. У него был выбит глаз, он носил чёрную повязку. Во-вторых, у неё было два выступления, две песни. В одной она безбожно фальшивила, в другую вообще пела под фонограмм. Ну, это, так сказать, ладно, художественные недостатки – хорошо. Но её выступление вызвало и политический скандал. Она, хотя это не было заранее согласовано с жюри конкурса, и Евровидение всячески подчёркивает, что они далеки от политики, что там никаких политических заявлений или символов не может быть. Вот у Мадонны в свите на двоих танцорах были флаги на одном – израильский, на другом, так называемый, палестинский. Они там обнимались на сцене. В общем, и это вызвало неприятную реакцию. А кроме того, представители группы Исландии поднимали в зале флаги палестинской автономии, и это просто вызвало скандал и требования, подписанные большим количеством участников, чтобы эту страну отстранили от участия в следующем конкурсе Евровидения, поскольку они грубо нарушили устав этой организации не поднимать никаких политических лозунгов, флаг, каких-то спорных вещей и так далее. Ну, хорошо, это, так сказать, по поводу скандалов, на то и эти массовые зрелища, чтобы на них были скандалы. Кроме того, неприятие этого Евровидения вызвано то время, когда оно проводится. Дело в том, что сейчас у нас после праздника Песох, как я вам говорила, идут дни Омера. Омер – это на иврите Сноб. И я вам рассказывала, что все люди, соблюдающие традицию, по традиции отсчитывают 49 дней от праздника Песох до праздника Шивуот. Смысл традиционный, здесь есть несколько уровней. Ну, во-первых, поскольку все древние праздники так или иначе связаны с сельскохозяйственной традицией, потому что тогда все жили на земле, все принимали участие в её обработке, то в Песох приносится в храм колоссия зерна ячменя, который созревает очень рано, а через 49 дней на 50-й день приносится в храм в жертву уже не ячмень, уже пшеница. И как бы вот это вот сельскохозяйственный цикл, когда все первые плоды урожая, напомню, что любого урожая, да, и фрукты с деревьев, и зерновые, и всё остальное в древности приносилось, небольшая очень часть, приносилась в храм. Для того, чтобы подчеркнуть, что не только всё от человека зависит, многое зависит и от Всевышнего, и человек поэтому должен делиться своим урожаем и со Всевышним, и со своим ближним. И вот в эти дни праздника Омер мы вспоминаем ещё одну уже чисто историческую еврейскую традицию, что именно в эти дни, в дни Омера, израиль, израильский народ переживал очень тяжёлое время под римским завоеванием, и когда были запрещены такие традиционные вещи, как обрезание, когда в храм римляне пытались поставить статуи своих императоров, это вызвало восстание. Восстание Бар-Кохбы, очень известное восстание, и вот траур во время Сферата Омер говорит о том, о еврейских воинах, погибших в этом восстании, поскольку духовным вождём этого восстания фактическим был Бар-Кохба, а духовным вождём был знаменитый раввин Акива, и говорится о том, что кроме того, что воины погибали в сражениях с римлянами, их ещё и косила эпидемия. И вот в знак траура по этим событиям до 33-го дня Сферата Омер традиционные евреи не бреют бороду, не стригутся, не слушают весёлую музыку, и вот такой праздник Евровидения он, в общем, сильно нарушил. Не справляют свадьбы, не делают никаких таких радостных сборищ. Значит, традицию это нарушило, но зато вот послезавтра у нас будет радостный праздник Лагба Омер. Лагба Омер – праздник, связанный с тем, что вроде бы в эти дни уже прекратилась эпидемия, которая косила учеников раби Акивы, или появилась надежда на победу в восстании. Кроме того, этот день связан с известным еврейским раввином Ражби. Он считается автором каббалистической книги Зоор. И вот в этих 49 днях, которые проходят по еврейской традиции от выхода евреев из Египта до 50-го дня шивота получения Торы, считается, что мистический смысл этих 49 дней – это очищение и поднятие евреев после того, как они вышли рабами из Египта. В Египте они приняли 49 мер нечистоты. Это очищение. Каждый день они поднимались на одну ступеньку, каждый день возвышались от раба до свободного человека. И здесь идёт игра каббалистических символов. Мы знаем, что каббала опирается на 7 сферот, то есть 7 каких-то качеств. И вот 49 – это всевозможные комбинации этих качеств, взятые подвое. Так вот, в Лагбаомер, который скоро наступит, есть традиция ездить на гору Мирон к могиле Раби Бен Йохая и зажигать костры. Зажигать костры – это связано и с древней традицией, когда говорится о Раби Бен Йохае, что он мог воспламенять взглядом такой мощной силы был человек, и о том, что Тора – это символ Тороси, свет, огонь. И более новая традиция, которую, конечно, привязывают к старой, привязывают её к тому, что повстанцы Барков бы зажигали костры, передавая этим весть с горы на гору, передавая этим сообщения, как современный телеграф. И всячески привязывают это к современным, так сказать, сионистским уже символам, борьба за освобождение Израиля, костёр как символ света, символ освобождения, символ независимости. В общем, вот эта вот традиция зажигания костров на Лан-Баомер очень нравится, особенно молодёжи, ну, приятно всем собраться у костра. Но сейчас нам обещают очень жаркие дни, у нас уже идёт несколько дней жарких, обещают, что жара и сухость будут усиливаться, и поэтому специально Министерство внутренних дел издало указ, что костры можно зажигать только в очень ограниченных местах, только специальных, выделенных муниципалитетом. Потому что обычно мальчишки, девчонки просто тащат доски и где угодно зажигают вот такой вот костёр, делают пикничок там, может быть, запекают картошку. Значит, вот в этом году категорически массовые костры запрещены, только в специально отведённых местах, потому что действительно очень высока вероятность пожара. Сухой, сухой жаркий ветер. Ну, будем надеяться, что всё равно весёлому празднику это не помешает. Ася, давайте попробуем принять звонок, прежде чем мы уйдём на перерыв. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот по интернету бродит сообщение о том, что Насленняху выступил с ультиматумом против ГАЗа, против Хамаса. В течение 24 часов, если Хамас не прекратит провокации против Израиля, то на границе с Хамасом сосредоточены танки, вооружённые силы, Израиль начнёт наступление. И всё, что будет захвачено, будет аннексировано и принадлежать Израилю. Было ли такое выступление на Даньяху? И какие последствия? Пожалуйста, не отключайте, я послужу вас по радиусу. По телефону. Я не слышала такого ультиматума. Мне странно, не думаю, что Интаньяху, который ещё не сформировал вообще коалицию, может говорить о каком-то большом военном наступлении и аннексии. Тем более, у него сейчас хватает забот вообще с формированием коалиции и с проведением самых главных необходимых ему законов. Но то, что строят укрепления около газа, это действительно правда. Во-первых, строят большой земляной вал, чтобы с газа не мог вестись прицельный огонь по машинам, которые едут в такие города, как Сдерот. И это просто можно невооружённым взглядом увидеть машину выстрелить из достаточно лёгкого оружия, как была подбита машина в последний раз. Из газа не было больших выступлений, очень боялись, что в день так называемой нагбы, я сейчас расскажу о дне нагбы, день палестинского гнева, он ещё называется, очень боялись, что будут большие выступления. К счастью, больших выступлений не было, этому помешали, как объясняют сами арабы, два фактора – рамадан и жара. Как известно, в праздник рамадан арабы днём не едят, не пьют, а при большой жаре, и если ещё не пить, это, в общем, трудно, трудно переносимо, поэтому как-то они вели себя поспокойнее. Ну, видите, какой у них гнев, да, если их погода может усмирить. Но, в общем, до сих пор продолжаются нападения из газа, какие-то на воздушных шариках посылают врывчатые смеси, что при такой сухой погоде очень опасно. Вот, вот то, что я вам могу рассказать про газ. Сергей? У вас ещё вопрос? Давайте ещё. Всё. Похоже, ответили на вопрос радиослушателей. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернёмся и продолжим. Я, я видите телефон для вопросов. Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Аси Антовой. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните, сдавайте, я сразу дам знать, что у нас вопрос. 847-400-5200. Ну, пока продолжим. Перейдём к политическим новостям. Нитаниагу не уложился в срок. Он должен был сформировать коалицию до 14 мая, но им пришлось просить у президента продления на две недели. Ну, в общем, это нормально, практически всегда просят удлинить срок. Но факт, что уже к 28 мая не за горами, а коалиционные переговоры пока в большом тупике. И проблема в том, что завышенные требования у многих партий, поскольку без них коалиция не состоится. Так, на Министерство юстиции претендует и Еревлевин от Ликуда и Смотрич от объединённого списка правых партий для того, чтобы как-то в качестве министра юстиции попробовать привести к порядку наш Верховный суд богатц и не допускать судебного активизма, не допускать мешательства богатца, который забрал себе слишком много власти за счёт избранных народных представителей за счёт КНЕСЭТа. По-видимому, Министерство иностранных дел получит нынешний министр транспорта Исраэль Каац от Ликуда Ципиха Тавэля от Ликуда получит Министерство диаспоры, но для того, чтобы удовлетворить все маленькие партии, для начала КНЕСЭТ отменил закон, ограничивающий количество министров, до сих пор у нас можно было сделать 18 министров, теперь это отменили и, по-видимому, сейчас будет идти нарезка разных министерств, там министерства будут сливаться, разливаться, перетасовываться, их станет больше, чтобы всем депутатам от всех партий достались те или иные министерские или замминистерские посты. Пока что партия Либермана вообще, так сказать, выставила требования совершенно неприемлемые, и пока что поговаривают о том, что коалиция без партии Либермана может составлять 60 60 депутатов, то есть ровно половина депутатов Кнессета, и Либерман будет голосовать в поддержку тех законов, которые он считает нужным, но при этом он не присоединится к левой оппозиции, а будет, так сказать, сидеть на заборе. Ну, по-видимому, самый последний момент, то, что если я могу что-то предсказывать, то думаю, что это просто такой способ набить цену, и в последний момент Либерман все равно войдет в коалицию, а сейчас ему хочется показать, что вот у него есть требования, которые защищают его электорат, репатриантов, пенсионеров и так далее, он требует повышения минимальных пособий, повышения пенсии и отмену анализа на ДНК. Значит, если интересно, я могу поподробнее рассказать об этом, и это требование мне кажется очень деструктивным, потому что анализ ДНК делают только те репатрианты, которые хотят доказать свое еврейство, у которых нет каких-то нужных документов, и они хотели бы доказать свое еврейство, и тут анализ ДНК по их желанию могут сделать, и действительно, поскольку евреи действительно народ, то есть генетически у них большое сходство, это давно находят все генетики, все специалисты по расшифровке ДНК, то иногда вот такой анализ он очень-очень помогает, и всегда его делают только для того, чтобы именно помочь репатрианту, поэтому, когда Либерман поднимает такую волну, что вот религиозные нас евреев из России обижают, считают нас там не евреями, заставляют делать проверки унизительные, на самом деле это чисто пиар-ход, и в действительности имеет очень маленькое отношение. Ну, так или иначе, Либерман сейчас показывает тем, кто его выбрал, насколько он сильно борется за их интересы, но думаю, что все равно в последний момент тот или иной компромисс будет достигнут. Ну, и проблема со строительством в коалиции в том, что Нитаниягу хочет первыми провести два закона. Нитаниягу и другие его партнеры по коалиции первыми хотят провести два очень важных закона. Один из них закон так называемый Хасинут, то есть закон, который сильно усложняет снятие депутатской неприкосновенности с премьер-министра. Значит, мы давно уже говорим о том, что очень много дел открывают, закрывают, пытаются открыть против нашего премьер-министра. Большая часть этих дел, в общем, высушена из пальца и уже на стадии полицейской проверки Нитаниягу переходит из разряда обвиняемой в разряд свидетеля, а потом и вовсе выбывает из числа расследуемых по этому делу. Но, тем не менее, есть какие-то дела, которые прокуратура посоветовала принять к расследованию. И Нитаниягу очень важно заручиться вот таким ограничением на снятие депутатской прикосновенности. В то же время некоторые члены Ликуда, такие как Гидон Сар, выступают против. Думаю, что здесь имеют место не только какие-то идеологические разогласия, а то, что Гидон Сар увидел, что Нитаниягу не собирается давать ему никаких министерских портфелей. Вроде бы ему светил портфель министра туризма, но раньше Гидон Сар был министром таких тяжелых министерств, он был министром образования, еще каких-то больших тяжелых министерств. Министерство туризма, это министерство второго уровня. Но даже его вроде бы Гидон Сар сейчас не получает, потому что им вроде бы собираются расплачиваться с партнерами по коалиции. Так что вот эти разногласия объясняются не только принципиальной позицией, но некоторые их объясняют личными амбициями, то есть Гидон Сар решил, что терять ему нечего и атакует ведущего главу будущего правительства, поскольку сам намерен в будущем занять место главы Ликуда. Ну, так или иначе, думаю, что когда мы с вами встретимся в следующий раз, мы уже сможем с вами обсудить созданную коалицию. Сергей, есть спросок? Скажите, так все-таки коалиция, как вы думаете, удастся не до него сформировать коалицию и правительство, соответственно, или в последний момент, скажем, не Либерман согласится войти в коалицию, а в последний момент Нетанияху возьмет и возьмет к себе в партнеры другую какую-то часть правых. Значит, да, с одной стороны говорят о том, что Нетанияху намеренно тянет, намеренно, так сказать, не удовлетворяет требования, чтобы в последний момент сказать, ну, вот видите, у меня ничего не получилось с правыми партиями, мне приходится по неволе делать правительство национального единства. Но этот вариант обсуждался до того, как стал вопрос о законе о депутатской неприкосновенности, и понятно, что правительство национального единства не проведет такой закон, а не таниагу он жизненно нужен. То есть, другими словами, скорее всего, количество... Другой вариант это идти на следующие выборы, но, в общем, этих выборов никто не хочет, этими выборами всех пугают, чтобы сказать, что вот там ты не согласился какой-то из партий сказать, что вот по вине этой партии мы вынуждены идти на повторные выборы, и, в общем, никакая партия не захочет быть виноватой в таких огромных расходах и проблемах. Если устраивать каждые полгода выборы, то просто не хватит никаких сил и никакого бюджета. Понятно. Давайте тогда мы сделаем еще один перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Аси Энтовой. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. А вот возвращаясь, пока нет вопросов, возвращаясь к Евровидению, навряд ли вы смотрели за прогресс, следили за выступлениями, но в целом... Я смотрела только израильских исполнителей. Понятно. Давайте тогда примем звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемая Ася, у меня вопрос насчет интервидения, Евровидения. Вы знаете, мне как-то непонятно, почему нужно было обязательно назначать основной конкурс на конец субботы, а нельзя было назначить на воскресенье. Все-таки это Израиль, и как бы могли удовлетворить требования верующих, чтобы шаббат как бы не конфликтовал с конкурсом. Это же не тогда, когда Советский Союз закупил ФИДЕ, и Фишеру не удовлетворили требования Фишера, чтобы не доигрывать в субботу. Вот как можно это объяснить? Спасибо большое. Я не знаю, как это можно объяснить. Я мало понимаю в Евровидении. Наверное, у них были какие-то соображения, почему именно такой временной расклад. Факт, что само выступление было не в субботу, почему оно было назначено на исход в субботу, а не на воскресенье, не могу вам объяснить. Кстати, то, что касается Америки, насколько я поняла, американцы не очень следят за Евровидением, но вот успех последних конкурсов их подвиг на то, что они делают свой американский конкурс, который будет называться не Американовидение, но похоже Американ Сонг Контест. И вот этот конкурс назначен уже на 2021 год и идет его разработка. Так что, может быть, и к вам на конкурс песни приедет уже израильская команда, которая выступит. Да, принесем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, я хотел спросить, как распределились листа на Евровидении? Это один вопрос. И второй вопрос, Фасия когда-то мне сказала, ответит, какая у них высшая награда есть и вообще какие награды у них есть в Израиле? У кого? В принципе, у нас в Израиле высшая награда это государственная премия Израиля, когда я рассказывала о Дне независимости, именно в День независимости раздают вот эту награду, в этом году ее дали архитектору, лингвисту, археологу. Ордена и медали. Военные награды имелись в виду. А, военные. Вы знаете, насчет военных наград я не очень хорошо осведомлена. Хорошо, я попробую узнать, не очень хорошо осведомлена. Раз мы уже заговорили о военных наградах, то просто напомню, что поскольку в этом году День независимости выпадал на 9 мая, когда у нас обычно проводится парад ветеранов Второй мировой войны, то парад ветеранов в разных городах проводили в другое время. В некоторых до 9 мая, а вот в Иерусалиме он прошел 14 мая, прошел парад ветеранов и все наши ветераны с медалями или с орденскими планками, кто что смог вывести, сделали парад в присутствии министров, большого количества публики, так что военный парад с медалями он состоялся и в этом году. Сергей? Да, добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, я вот хотела спросить, я только недавно слыхала, что жители Иерусалима не являются гражданами Израиля, а какие они, значит, остальные льготы они все имеют? Разъясните, пожалуйста. Значит, да, ситуация следующая. в муниципальные границы Иерусалима входит и несколько арабских сел, так называемые Восточный Иерусалим, то есть, грубо говоря, та часть Иерусалима, которая была оккупирована Иорданией до 1967 года, арабские районы. И вот жители этих районов, они не имеют израильского гражданства, у них есть нечто среднее, да, вот видно жительство, то есть, муниципалитет они голосовать могут, а на выборах они голосовать не могут. Чем им это мешает, я не знаю, но проблема-то на самом деле практическая проблема, не теоретическая, куда голосовать, а практическая проблема в том, что в эти районы боится заходить полиция, что сделали такое, что там совершенно ужасная на улице грязь, граффити, так сказать, не отремонтированная и так далее, сделали пробу и ввели массовые силы полиции для того, чтобы все это убрать, почистить, отремонтировать. Этого хватило даже не на неделю, а буквально вот на несколько дней. И опять арабы все засыпали грязью, разрисовали граффити, и в общем действительно это трудно считать частью Иерусалима, поскольку израильская полиция, повторю, заходит туда с трудностями и часто там еврейские машины встречают камнями и все остальное. Так что на самом деле начать надо как раз именно со статуса этого как города, чтобы там был такой же порядок, как и в Большом Иерусалиме. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Ася мне не ответила на вопрос, как распределились на Евровидение награды и какое место взял Израиль? Я говорила об этом вначале, когда рассказывала о Евровидении. Первое место получил исполнитель из Голландии, второе место итальянский исполнитель по имени Махмуд, третье место Лавров, кажется, из России, ну дальше там еще европейцы, израильский исполнитель оказался только на 23-м месте. Видел фотографию шведской группы с подписью, теперь мы имеем представление, как выглядят шведы. У нас бы их назвали афроамериканцами, там я не знаю, афро-шведы или как, ну в общем, такая группа. Я не знаю, насколько это правда, поскольку я не смотрел Евровидение, недействительно это было интересно. группа из Исландии подняла флаг палестинской автономии, то, значит, во-первых, тут же появились подписи, теперь мы знаем, как выглядит народ палестинца, а то мы не знаем, что это за народ, тут же, значит, под этой группой, а в группе, надо сказать, там они все ну очень странно одеты, или можно сказать раздеты, с очень странными прическами, а кроме того, тут же появилось предложение, чтобы вот в эту самую Исландию и отправить всех наших палестинских арабов, и как раз им там будет очень удобно. Оттуда трудно куда-то выбраться в большой город, чтобы взорваться. Да. 847-400-5200 телефон нашей студии, у нас еще есть несколько минут времени, если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. А я пока хотела бы быстренько рассказать о новостях, которые связывают для нашей страны. Значит, представители Совета Безопасности Израиля и представители МОСАД быстренько отправились в вашу страну по поводу, так сказать, обострения ситуации Америка и Иран. И, как говорят, так сказать, по неофициальным данным, как пишет пресса, что они повезли туда карты, карты расположения различных объектов в Иране, ядерных объектов, ракет различной дальности и всяческую такую необходимую оборонную информацию, которая необходима Трампу, если будет какая-то операция. Ну, а Трамп, в свою очередь, несмотря на такие вот международные проблемы свои, не перестает действовать по поводу сделки века, которую он предлагает, то есть какого-то плана урегулирования между палестинской автономией и Израилем, и как бизнесмен он начинает с денег. Он организовал в Бахрейне конференцию спонсоров, то есть он считает, что тут любую проблему можно, по-видимому, да, я не знаю, эта сделка еще не опубликована, но по-видимому он считает, что любую проблему можно решить деньгами и собирает конференцию спонсоров, предлагает скинуться как следует и дать денег, во-первых, окружающим странам, Египту и Ордании, во-вторых, самой палестинской автономии, сделать там преуспевающую экономику, чтобы арабы были цитые, и перестали, так сказать, хотеть сбросить евреев в море. Ну, не думаю, что арабы вообще реально воспримут это предложение, пока что они сказали, что ни на какую конференцию они не поедут, никаких сделок без создания немедленного палестинского государства со столицей в Иерусалиме они не будут рассматривать. я не очень понимаю вообще, как Трамп хочет купить и газу, и палестинскую автономию, поскольку они настроены друг против друга еще больше, чем против арабов, и тут же они начнут ссориться из-за денег. Палестинская автономия уже заявила, что когда Катар передает деньги Хамасу, то Хамас эти деньги потратит на себя и не даст никому, а вот мы, палестинская автономия, мы бы эти деньги распределили гораздо лучше. Ну, а у меня один недоуменный вопрос. Если хотят тратить деньги действительно на решение конфликта, а не на его усугубление, то зачем же давать деньги на то, чтобы привязать арабов к этой самой автономии? Может быть, лучше дать деньги именно на то, чтобы помочь арабам уехать отсюда? По последним данным, вот за год из Газы уехало 35 тысяч арабов. Уехало при тех условиях, что Хамас устроил как при советской власти, закрытые границы, не давал никому уезжать, то есть люди, которые хотели уехать, должны были заплатить очень большую взятку, чтобы по туннелю перебраться в Египет или чтобы выйти через терминал Рафех, смогли уехать только люди очень состоятельные, и то их набралось 35 тысяч. А если вообще открыть границы, а если вот эту самую финансовую помощь использовать не на то, чтобы привязывать арабов, оставаться в Израиле, а на то, чтобы помочь им перебраться из Израиля, то может быть действительно тогда можно будет решить проблему. Вот это по поводу сделки с Трампом. Ну и у нас почти уже не остается времени, как всегда, новости о нашей науке и технике. Много говорила об израильском хайтыке. сейчас Израиль получил большой заказ из Швеции. Казалось бы, Швеция не последняя страна в технологическом смысле, тем не менее, она пригласила израильских специалистов для того, чтобы построить скоростную дорогу, дорогу, на которой электромобили могут, как они говорят, динамически заряжаться, то есть ехать по дороге и динамически заряжаться. Как это будет, я даже представить себе не могу, но вот последнее слово техники, электрические автомобили, которые и едут, и заряжаются, и обеспечивают вот эти вот 200 километров этой дороги и заказ на 45 миллионов долларов будет израильская фирма Smart Electric Road Election Wireless. Здорово. такая у нас продвинутая технология. Ася, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо, до встречи в следующий раз и я вам расскажу про наши следующие ожидаемые праздники. Это День Иерусалима, это победа в шестидневной войне, ну а вас пока хочу поздравить с будущим Memorial Day. Спасибо. теплые поздравления. Спасибо. И надеюсь в следующий раз мы поговорим о уже сформированной коалиции. Обязательно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok